Здравствуйте! Это «Хлебный край» – программа о заботах и достижениях агропромышленного комплекса Алтайского края. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце февраля на Алтае состоится еще одна традиционная встреча аграриев на зимней зерновой конференции в Белокурихе. Она пройдет уже в 12-й раз. Какие темы будет поднимать широко известный не только в Сибири, но и в России зерновой форум? Поговорим об этом с экспертом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в студии президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. Валерий Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот нас в конце февраля ожидает очень важное событие – это зимняя зерновая конференция в Белокурихе. Какой лейтмотив у нее заявлен? Или главных тем будет несколько? Тем будет, как всегда, несколько. Программа конференции достаточно традиционна, и она актуальна каждый год. Это первая сессия у нас традиционно посвящена общему обзору экономики в Российской Федерации. И в обсуждении принимают участие ведущие экономисты России. Клепыч Андрей Николаевич Гавриленко Евгений Евгеньевич. Это очень известные наши экономисты. с точки зрения, которые прислушиваются и правительство, и общественность. В этой же сессии мы ожидаем присутствия заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Левина Сергея Львовича, который, кстати, курирует внешнеэкономическую деятельность Минсельхоза. И вот тот вопрос, который в последние годы становится для нас все более и более актуальным – это вопрос экспорта. Я думаю, на этой конференции тоже будет отдельно освещен. Ну, а главная тема – это итоги прошедшего сезона, итоги урожая, баланса зерна по культурам, баланса зерна в целом по Российской Федерации и первые предварительные прогнозы на зерно наступившего года. А как вот в этом году будут учитываться вот те общероссийские тенденции зернового рынка? Что в этом году, ну вот, будет откликом на все вот вопросы наших аграриев? Ну, главное изменение, о которых можно говорить в этом году – это изменение, конечно, не текущего года, это изменение последних двух-трех лет. Во-первых, это рекордные урожаи. Мы два года подряд, два предыдущих сезона подряд собирали рекордные урожаи в новейшей истории – 120 миллионов, 121 миллион тонн, потом 135 миллионов тонн. Значит, в текущем году мы собрали около 113, и это тоже рекорд. Это третий урожай в новейшей истории, значит, и, соответственно, такие урожаи, они кардинально изменили баланс зерна в стране, и на первое место, на первое место по использованию этого зерна вышло не внутреннее потребление и переработка, а экспорт. И вот что произошло с сельским хозяйством благодаря тому, что мы заняли первое место в мире по экспорту пшеницы, мы выходим в число лидеров по экспорту зерновых вообще. Вот что происходит благодаря этому, это и будет освещаться на конференции. Потому что в текущем году, сегодня по предварительному анализу по тому, в каком состоянии находятся зимы, в отличие от Алтайского края и Сибири, по этим регионам нашего юга, нашего европейской части России, уже можно делать его, да мы снова получим очень большой урожай. И, конечно, ту роль, которую играет экспорт, ее сегодня не заменишь ничем. И в этом экспорте, к сожалению, пока еще не столь значительно экспорт продуктов переработки. И это тоже проблема, о которой мы всегда говорили. То есть те проблемы, которые еще три года назад были новыми, это сверх урожай. Сегодня это стало уже обыденностью, и мы должны привыкать жить в этих новых условиях. Вот в предыдущие годы на конференции большое внимание уделялось Китаю. А в этом году будет ли какая-то тема посвящена этой стране? У нас очень большая сессия. Я даже скажу, не сессия, а второй день. В основном будет посвящен вопросам экспорта. У нас будет несколько экспертов. Ну, помимо того, что на конференции будет присутствовать заместитель министра сельского хозяйства, отвечающий за внешнеэкономические связи, за экспорт, Левин Сергей Львович, будут в первую очередь наши соседи Казахстан, союз зеленопереработчиков Казахстана, традиционно представлены ГАН, Евгений Альбертович, а эта страна сегодня по экспорту муки занимает, даже так, меняет первое или второе место с Турцией, и там есть чему учиться. Эта страна входит в черноморский пол, где мы, при черноморские страны, на сегодняшний день являются главными законодателями цен и удовлетворения спроса на зерно пшеницы. Я говорю об Украине, Казахстане и России. И помимо этого, в очередной раз мы ждем ведущего эксперта Украины с друзьяка Андрей Евгеньевич, он расскажет нам о рынке Европы, мировом рынке, о рынке Украины в разрезе зерна. И вместе с ним к нам примет участие в нашей конференции еще один эксперт из Украины, это президент Союза мукомолов Украины, Рыбчинский. Значит, он у нас не был ни разу, и вот его выступление, я думаю, будет одно из самых интересных, потому что те тенденции, которые после распада Советского Союза произошли в мукомоле Украины, и самое главное, те примеры, которые хотелось бы с них брать в развитии экспорта, а здесь, благодаря расположению рядом с морем, они достигли гораздо больших успехов, чем Российская Федерация, и сегодня экспортируют муки в несколько раз больше, чем Россия. Вот эти тенденции, я думаю, мы сможем услышать, узнать, и если что-то найдем из этого применимого для себя, это будет очень полезно. Также мы ожидаем эксперта ФАУ, традиционно, или Наталья Меркушева, или Евгения Серова. И один из интереснейших гостей, Маслов Алексей Александрович, это ведущий китаевед в Российской Федерации, он у нас бывал уже на конференции, в этом году он тоже пообещал участвовать, и более того, в этом году он будет выступать с темой не общего обзора процессов, происходящих в Китайской Народной Республике, экономических процессов, или перспектив нашей торговли в отношении с этой страной, а тема будет более узкая, и она будет посвящена сельскому хозяйству, и частично озерной переработке. — Валерий Владимирович, не могу не уточнить тему масличных культур, потому что для Алтая эта тема становится все более актуальной в связи с изменениями севооборота. — Согласен, абсолютно согласен. И на второй день, в нашей уже третьей сессии, будет два выступления, минимум два выступления на эту тему. Во-первых, Петриченко Владимирович, ведущий эксперт Российской Федерации по рынку масличных, будет говорить именно по итогам урожая, по итогам урожая и у нас, и на Украине, и в мире, и не только подсолнечника, но и сои, льна и рапса. И те тенденции, которые в этом году наблюдаются на этих рынках, они не параллельные, они разнонаправленные. И я думаю, много интересного наши аграрии узнают из этого выступления. Потому что действительно рынок по масличным серьезнейше трансформировался. Он трансформировался и у нас, в Крае, и в стране. Но и по итогам прошедшего сезона серьезные изменения произошли и в мире. Ну, в частности, это рекордный урожай в мире по осое, рекордный урожай в мире по подсолнечнику. Это, конечно, отразится и на наших внутренних рынках. — А на конференции будут ли какие-то секции, направленные на рассмотрение интересов в целом сибирского зернового сообщества? — Ну, вышеперечисленные темы, они никоим образом не обходят наши с вами интересы. Мы участники рынка российского и даже мирового. И, конечно, те объемы, которые Алтай отгружает на экспорт, они еще незначительны. Так же, как и Омск и Новосибирск. Но эти объемы растут. И большее значение играет даже не то, какую долю мы занимаем во внешней торговле с зерном в составе Российской Федерации, а то, какое влияние оказывают процессы на мировом рынке. И они не всегда позитивные. Они в некоторые годы по некоторым культурам связаны с перепроизводством и падением цен. То, что мы наблюдали, например, последние пять лет на рынке пшеницы, это поэтапное падение цены на пшеницу. И, конечно же, это не могло не отражаться и на тех регионах, которые напрямую экспортом не занимаются. Что рынок общий, мировые цены при экспорте 50 миллионов тонн – это главный сегодня стимул для подъема и поддержания цены внутри России. И те изменения, которые происходят на наших глазах, это во многом благодаря именно влиянию мировых тенденций. Я говорю о повышении цены на пшеницу в текущем сезоне практически в два раза. С 6 тысяч до 12 тысяч рублей до тонну. Это, конечно, отражает и те тенденции, которые происходят на мировом рынке. Это увеличение спроса и некоторый рост, некоторое ослабление курса рубля. Но и в том числе не столь богатый урожай, не столь гигантский урожай. Он богатый. Это третье по увеличению урожая в новейшей истории, то, что мы собрали. Но он гораздо скромнее, чем два предыдущих года. Значит, вот этот недобор зерна относительно предыдущих показателей, он здесь же сказался на его дефиците. Это здесь же сказалось на ценах на внутреннем рынке, отразилось на ценах на муку. И это позволило алтайским мукомолам в том числе поднять цену на пшеницу очень существенно. Кто участвует, или точнее, кто входит в состав организаторов этого зернового форума? Состав организаторов, к счастью, на мой взгляд, к счастью, не меняется. Здесь некоторый консерватизм является положительной стороной. Это правительство Алтайского окрая, союзерных переработчиков Алтайского окрая. Одновременно организаторы, и они же ведущие эксперты, это две наши аналитические компании Российской Федерации, ИКАР, Институт конъюнктуры окрадного рынка и ПРОЗЕРНО. Руководители этих организаций, Петриченко Владимир Викторович и Рылько Дмитрий Николаевич, ежегодно принимают участие в нашей конференции. И компания «Алтайские мельницы» – это компания, которая была создана зернопереработчиками Алтая для выхода с нашей продукции на рынки дальнего зарубежья. Валерий Владимирович, благодарю Вас, что Вы сегодня были у нас в студии. Всего доброго. Спасибо большое. В этом году алтайских крестьян ждут изменения при получении погектарных и молочных субсидий. Как поясняет региональный Минсельхоз, теперь в части растеневодства будет необходимо наличие документа, который подтвердит сортовые качества семян. Его можно получить в районных отделах филиала Россельхозцентра по Алтайскому краю. При заявке хозяйства на получение молочных субсидий нужно будет предоставить данные по качеству реализуемого молока. А вот, например, сельхозпроизводственному кооперативу «Белокуриха» Алтайского района нет повода беспокоиться в связи с такими новшествами. Хозяйство сдает молоко только первым сортом. И для сохранения его качества ведет планомерную работу. Какую именно – об этом в следующем сюжете. В октябре 2018 года в СПК «Белокуриха» Алтайского района состоялось историческое для хозяйства событие. Была построена и запущена в строй молочная ферма на 200 коров. Очень приятно за членов кооператива СПК «Белокуриха» за руководителя, который принял решение такое отважное идти в наше время с, скажем так, не самыми интересными ценами на молоко в этот серьезный проект. На этом месте стояла ферма, построенная едва ли не с самого основания хозяйства еще в советское время. Ее реконструкция была предусмотрена в стратегии развития СПК в 2019 году. Однако 1 апреля 2018 года прошел снегопад. В один момент на крыше коровника образовалась снежная шапка высотой более 70 сантиметров. Такого веса старые перекрытия не выдержали и обрушились. А хозяйству срочно пришлось менять свои планы. Старую ферму разобрали полностью и на ее месте строим новую. За последние 25 лет это первое строительство такого масштаба не только на территории нашего хозяйства, но и на территории всего района. Пойти на такую масштабную реконструкцию хозяйство решилось еще и благодаря тому, что получило в Сбербанке льготный кредит на 5 лет под 3% годовых. Новостройка, включая молочный блок, кормораздатчики и все остальное оборудование, обошлась сельхозпредприятию в 37 миллионов рублей. Под коровами эмундитные полосы. Корова ложится, прогревает 5-7 минут и все лежит. Маты ложат из стали, как в второй базе передеревянные полосы. Это неэффективно. Но приняли решение сделать так. Автоматическое паение, автоматическое приезд. Конечно, светлее, теплее, для коров удобнее, просторнее стало. Нормально. Условия лучше стали для животных. В новом помещении была решена и самая давняя проблема всех молочных комплексов – сохранение оптимального для буренок микроклимата. Известно, что они выделяют достаточно тепла для своего обогрева. Потому забота животноводов – удержать на ферме в норме температуру и отвезти газы и продукты жизнедеятельности коров. Мы установили световентиляционный фонарь. Там находятся 13 шаг, они размером метр на метр открываются автоматически. Установили в стенах приточную вентиляцию и плюс к тому сделали через одно окно еще открывающиеся. Снаружи воздух поступает, захватывает с собой газы и через крышу выходит вентиляционный фонарь. Такое техническое решение позволяет существенно экономить энергоресурсы. И оно не единственное в этом современном комплексе. Крыша двускатная, утепленная. Утепление обязательно, чтобы минимизировать конденсатуша. Веда в коровниках – это сырость и влажность. Данный проект молочной фермы СПК «Белокуриха» предложила барнаульская компания «Инженерстрой». Это была плановая работа, как я сказал, с 2002 года. То есть, скажем так, и на ошибках на своих учились. Проект устоявшийся, зарекомендовал себя в сибирских условиях. То есть, все лучшее взятое, скажем так, то, что есть на сегодня в мире, и принято у нас в Сибири. То есть, дешево, сердито, качественно, надежно. Ну, а самый главный результат проведения реконструкции – это, конечно же, облегчение труда всех работников фермы. О многом говорят, например, механизированные навозоудаления и кормораздача. Полностью доим молокопровод у нас. А раньше доили бетонами было. Сейчас, конечно, полегче будет. Для доярок стараемся улучшить труд, чтобы им легче было. Открытие этого молочного комплекса – всего лишь первый этап масштабного проекта. Он включает в себя две базы по 250 голов. Кроме того, предстоит построить стелятник, родильное отделение, силосную яму с подъездными путями. Программа обновления рассчитана максимум на пять лет. Однако руководитель надеется, что если сложатся благоприятные цены на молоко и зерно, то управятся и раньше. Тем более, что само строительство объектов сегодня ведется максимально оперативно. От начала до конца работы, до постановки у нас ушло пять месяцев. Начали в июнь, и, значит, в октябре, 25-е число, мы поставили коров уже в базу. Весь комплекс строительных работ производился, то есть от начала до конца. То есть, как заехали в первых числах июня, был полностью произведен демонтаж, скажем так, уже бывших употреблений строительной конструкции. То есть, и заново восстановлены. Часть материалов мы подготавливаем к конструкции в Барнауле, то есть, приводятся уже готовые изделия. То есть, часть здесь собирается, монтируется. Годовой план работы в строительной компании созвучен с сезонностью работы сельхозпредприятий. С апреля по октябрь – жаркая строительная страда. Рабочий день длится по 12-14 часов. Например, молочную ферму надо сдать строго в срок. Животные должны вовремя зайти в помещение с летних выпасов. Строители понимают всю меру своей ответственности перед хозяйством. Ну а с февраля по апрель инженер «Строй» принимает заявки на строительство в селах, готовит необходимое оборудование и проектирует будущие объекты. На той площадке, там мы готовим металлоизделия для отправки на объект. Ну, подготовительные работы. Варим конструкции, стыкуем трубы. Как бы все, что надо. Ну, как бы и в апреле будем увозить их на объекты в готовом виде. Здесь мы подготавливаем технику, ремонтируем оборудование. Вот у нас токарный станок. Вот здесь все делаем, готовим оборудование, чтобы все работало. Компания «Инженерстрой» успешно нашла в своей работе баланс соотношения цены и качества. Оптимальные инженерные решения в возведении объектов подкреплены современными строительными материалами. Долговечными, легкими и прочными. На самом деле с заказчиками так получается, с кем хоть раз поработали, обычно это уже наши постоянные клиенты. Естественно, мы видим здания, в которых мы когда-то делали. Ну и самая большая благодарность, когда даже простые люди подходят и говорят спасибо за ту работу, которую мы сделали. И приятно видеть, что эта работа спустя пяти-десятилетия она стоит и не требует ремонта, вложений денег. И действительно люди пользуются. Путь технологического совершенствования компании «Инженерстрой» напрямую зависит от состояния регионального АПК. Первые объекты начинали делать еще до того, как в стране появился национальный проект развития сельского хозяйства. Ну да, тогда, в принципе, и сельское хозяйство, наверное, заботило, как вообще выжить, наверное, в тех условиях. И поэтому наши объекты были направлены не на строительство, скажем так, а на ремонт. Мы тогда на тот момент предлагали технологию, которая, в принципе, и жива, и на сегодняшний день. Это устройство эмульбидных полимерцеменных полов на теплом основании. На территории Алтайского края руками специалистов компании «Инженерстрой» возведено уже около 300 зданий и сооружений. В их числе почти 40 животноводческих комплексов. За 16 лет сложился надежный коллектив из профессионалов, которым по плечу решить любые задачи. Вообще ценность нашей организации – это коллектив. То есть самое дорогое – это не механизмы, это не техника, а это именно люди, с которыми мы работаем. Ну и каждый человек, он индивидуален по-своему. То есть, ну, стараемся воплотить, настроить, правильно объяснить, рассказать, потребовать. Ну и достойно оплатить его работу. Такой же подход в отношении коллектива сохраняется и в СПК «Белокулиха». Все достижения нынешнего дня – это результат добросовестной работы каждого труженика хозяйства. Основной костяк, как он сформировался при образовании СПК, люди так и работают. Освобождаются рабочие места, на их место приходят новые люди. С кадрами проблем особо нет. Зарплату выплачиваем, зарплата приличная. Не только на уровне хозяйств, которые находятся рядом с нами, но и на уровне города, который в свое время забрал наши лучшие кадры, когда с ними было очень трудно конкурировать. В середину 90-х, когда молодежь отсюда массово уезжала работать в соседний курорт Белокуриха, жители отлично помнят. Тогда, в самый тяжелый период для АПК всей страны, руководство кооперативом односельчане доверили Василию Николаевичу Меркулову. Он был бессменным председателем СПК до своего ухода из жизни в 2012 году. Нашей съемочной группе довелось побывать в хозяйстве в 2001-м и записать с ним интервью. До 95-го года был крах хозяйства. Было, как в фильме председателя, кто видел, может, его знает, что когда подвешивали коров весной, так и у нас было. Скот был на издыхании. Только весна, ранняя весна спасла наше хозяйство. Это что, поголовье не уничтожило. Кормов не было, даже соломы. 4-го апреля мы выгнали скот и этим спасли. 300 голов положили в этот момент. С 95-го года дела поправлялись. И на данный момент мы находимся в тройке в районе передовой. В начале 2000-х в Старо-Белокурихе жило, как, впрочем, и сейчас, около полутора тысяч человек. В хозяйстве работало 130. При тех старых технологиях этих людей, конечно же, не хватало. Например, в уборочную за штурвал комбайна посадили даже главу администрации села. Чтобы удержать коллектив, председатель принял решение, несмотря ни на какие трудности, в первую очередь выплачивать людям заработную плату. Молоко тоже даже подробнее. Раньше было 35 копеек, литр стоил молока. 11 копеек, дистоплива. Три раза было. А на данный момент литр молока стоит 4200, а дистоплива 7. Вот отсюда себестоимость, ориентабельность сельского хозяйства. Государство сельское хозяйство раньше кинуло на рельсы, а вот во время перестройки этой массовой совсем под рельсы закатало. И никто не задумывается, что если сельское хозяйство запустить, то у нас 80% промышленности будет работать. И государство у нас будет свести. Народная молва говорит, что на этом беспощадном пути аграрных реформ в стране далеко не все сумели остаться людьми. Однако к таким руководителям, как Василий Николаевич Меркулов, сельчане сохранили только благодарную память. Если бы у нас были рабочие руки, молодые кадры, да и хотя бы даже любые, у нас бы развили животноводцев делать всякую. Кормовая база у нас отличная. Растеневодство 5200, мы можем содержать до 3500 поголовья скота. А на данный момент 900 поголов всего. Сегодня в Испока Белокуриха тысяча голов крупного рогатого скота. Из них дойного почти 400. Надой на одну фуражную корову в 2018 году составил 4860 килограммов молока. Нынешней зимой среднесуточный показатель 12 литров. Молоко сдают только первым сортом на перерабатывающее предприятие в своем же Алтайском районе. Оно исключительно пригодно для сыроварения. И потому проблем с его реализацией в предгорной зоне нет. Средняя цена в феврале составляла 26 рублей за литр. А вот ГСМ уже 48. Впрочем, СПК Белокуриха теперь будет жить уже вопреки этим беззастенчивым приемам энергомонополистов. В селе Старо-Белокуриха я проживаю с рождения. Как родилась здесь, выросла и по сей день. Дети здесь живут, работают, зять здесь работает. Четверо детей у меня одна дочь, трое сыновей. Но двое сыновей еще учатся пока. Сестры, братья тоже здесь все в животноводстве работают. Ну, у нас мама и папа работали раньше. Тоже в животноводстве они работали. Сейчас, конечно, их нету, они все поумирали, наши родители. Но мы их на дело продолжаем. А дело Василия Николаевича Меркулова в СПК Белокуриха вот уже 7 лет продолжает новый председатель Дмитрий Окс. И, видимо, не случайно. Потому что в 2001 году именно о нем были сказаны эти слова. В прошлом году ветврач к нам приехал. Один с Варнавтайским институт кончил. И приехал, год работает добросовестно, хорошо. Претензий к нему нет. Около 100 миллионов рублей предусмотрено в краевом бюджете в этом году на компенсацию части затрат алтайских крестьян при покупке семян элитных репродукций. В алтайском месельхозе поясняют, что при необходимости сумма может быть увеличена. Сегодня у региональных властей есть право перераспределять средства между блоками так называемой единой субсидии. Обязательное условие получения этого вида господдержки семена высших репродукций должны быть районированы по западно-сибирскому региону. О том, какие еще важные события произошли в эти дни в сельской жизни региона, расскажет журналист краевой газеты «Алтайская правда» Кристина Ливер. Здравствуйте! Наш автор Евгений Шумилов подробно рассказал о поддержке сельхозпредприятий. В ближайшее время региональный Минсельхоз начнет принимать документы на предоставление погектарной поддержки по молоку. Животноводов уже предупредили о том, что ужесточаются требования к качеству молока при выделении субсидий. А в отношении погектарной помощи мало что изменилось. По-прежнему государство готово субсидировать посевы зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Кроме того, в этом году остается дифференцированный подход к выделению субсидий с повышающими коэффициентами в сторону степной части края. В одном из фермерских хозяйств Алейского района начали разводить пони, пишет Тамара Попова. Своё крестьянско-фермерское хозяйство Инван Неберт основал 7 лет назад. На площади в 1500 гектаров выращивает зерновые, занимается животноводством. Развитие семейного бизнеса изначально планировал по двум направлениям. Но год назад фермер привез из Алтайского района 5 пони. Сейчас предприниматель всерьез рассчитывает на туристический бизнес, развитие которому даст именно пони-ферма. На этом у меня всё. До встречи. В эти февральские дни несколько алтайских аграриев отмечены государственными наградами. За заслуги в отрасли и многолетнюю добросовестную работу медаль за труды по сельскому хозяйству получил тракторист-машинист барнаульского хозяйства «Пригородная» Виктор Речкунов. Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено главе крестьянского фермерского хозяйства Ребрихинского района Юрию Бакушкину. О трудовых достижениях других работников Алтайского агропрома в рубрике Сергея Маркова. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно вновь с вами встретиться. Продолжаю знакомить вас с достойными людьми, которые создают славу агропромышленного комплекса Алтайского края и у которых в один день свой собственный праздник – день рождения. 13 февраля поздравление с 90-летним юбилеем принимал Андрей Яковлевич Легостаев. Он почётный житель Куринского района. Всю свою жизнь Андрей Яковлевич посвятил животноводству. А началась его трудовая биография с 12 лет. В апреле 1941 года, после окончания трёх классов, Андрея взяли на работу с акманщиком в племзавод Рубцовский. Позже попал под Паском в бригаду Ивана Ивановича Федоренко. Первой наградой для Андрея Легостаева стала медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В 1951 году он первым в районе добился выхода 125 ягнят на 100 овцематок. За это молодого человека ему было присвоено звание «Мастер овцеводства». В 1971 году ему уже вручили золотую звезду героя социалистического труда. В 1977 Андрей Яковлевич стал лауреатом Государственной премии Союза СССР. С 1984 года ветеран труда находится на заслуженном отдыхе. 17 февраля, с 79-м днем рождения, поздравляли еще одного почетного гражданина Алтайского края Анатолия Артамоновича Петрова. Он проживает в селе Екатерининское Третьяковского района. Окончив пять классов сельской школы, Анатолий Петров в 14 лет начал работать в кузнице колхоза имени Сталина молотобойцем, а затем кузнецом. Отслужил в армии и в 1961 году вернулся в колхоз Сибирь-Третьяковского района. Интерес к технике и любовь к земледелию определили его дальнейший трудовой путь механизатора. Анатолий Артамонович всегда добивался высоких производственных показателей, перевыполняя сезонные нормы. Позже стал шефом-наставником и передавал свой опыт молодым. Труд этого человека отмечен многими государственными наградами Союза СССР и Российской Федерации. На заслуженный отдых Анатолий Артамонович ушел всего четыре года назад, но продолжает активно участвовать в общественной жизни села и родного предприятия. Для всех, кто в эти дни отмечает свой день рождения, в программе «Музыкальный сувенир». Песня «Музыкальный сувенир» 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 Паренка любила в наш свою беду, Не могу открыться, слов я не найду. Не могу открыться, слов я не найду. На этом программа завершена. Встретимся через неделю. Наш разговор будет вновь о тех, кто растит и производит продукты питания. До свидания.